Нет. Пожалуйста, не вешайте на мой эфир проблемы, которых не существует. Я хочу, чтобы Русня перестала мобилизироваться. А вы мне рассказываете, что Кубань ваша. Я вам столько расскажу, что берите себе Кубань. Сколько? Три раза? Хотите? Четвертый раз повторю? Хорошо, берите себе Кубань. Зеленский не платит. Хорошо, Савин. На этом, как бы, у нас тема и спорт, и, как бы, закончена. У нас нет больше темы для Дмитрий Тарский. Кубань сейчас ничейная. Понимаете, ничейная. Она не российская, она не украинская, она не дагейская, она ничейная, она несчастная, понимаете? Хорошо тогда, Виктория. У меня такой принципиальный вопрос, как бы, ну, как-то, как нейтрального свободы мыслищего человека, понимаете? Как вы считаете, вот то, что там послушаешь украинские новости, если ты будешь, как бы, слушающий украинские новости, слаживается такое мнение, как Украина воюет там с Кавказом или с Чеченской республикой, там, кодируется. Опять, наверное, не про Сергея Карпенко. Я больше не хочу про Сергея Карпенко говорить. Я уже объяснила. Человек живет внутри страны, и он своими руками, ну, как бы, трогает чеченцев, но они там сидят по-настоящему. Его право называть эту ситуацию своими глазами. Мое право, я сижу в Бостоне, смотрите, у меня хорошо, вон, видите, у меня вот там Хэллоуин я отмечала, понимаете? Не факт, что он отмечал Хэллоуин, потому что ему не до Хэллоуина, у него люди под завалами. Если он разговаривает с чеченцами, значит, он имеет свое право сказать, что это про чеченцев. Я понимаю, что чеченцы сейчас не те чеченцы, которые имеют право выбора. Они находятся под оккупацией 30 лет. Ну, грубо говоря, если бы Лукашенко послал, наверное, своих белорусов, тоже там, наверное, тоже не белорусов, правильно? Белорусы сейчас не те белорусы, которые имеют бело-красный флаг, бело-красно-белый. Чеченцы находятся под оккупацией, и у них вообще никакого права выбора. И это проблема не потому, что чеченцы такие ебанутые, а потому что Ельцин начал войну, и Путин ее продолжил, и поставил своего инцентриня туда, понимаете? Это катастрофа для чеченцев. Эту тему никто не поднимал до последнего времени. Тема Самашек вообще уплылась вместе с Политковской. Но Политковская умерла, и тема Самашек тоже умерла, понимаете? Я хочу поговорить про эти чеченские войну, и что сделала война, как она искривила молодежь. Ну, сейчас молодежь тоже как бы не та молодежь, которая была в 90-е годы, правильно? Это жесть. Это жесть. И Дагестан тоже жесть, и ингуши, это все очень-очень плохо и плачевно для кавказского народа, да. — Ну вот смотрите, что я хочу подчеркнуть, Виктория. Например, украинские информационные дела, например, я не знаю, разные. В основном, если ты послушаешь, у тебя слаживается такой бене, как будто Украина воюет с кавказом. — Нет, я не знаю, я такого не слышу. Я не живу в той новостной леди, которой живете вы. Россия, Украины воюют с Россией. Это только то, что я слышу. Я уверена, что то же самое слышит и в Америке, и в Германии, и в Польше. Слово «Чечня» выходит только потому, что они выпадают туда. Ну, в Уряда тоже попадают. И казахи выпадают, и узбеки, и таджики, и турхмены. Вот сейчас севернокорейцы выпадают. Это люди, которых попали в эти жернова. Но это не причина войны. Чеченцы не причина войны. Чеченцы такие же жертвы войны, как и, ну, те же самые севернокорейцы. Тоже они жертвы, правильно? А севернокорейцы жертвы Сталина, ну, этого ёбаного коммуниста. То есть у нас проблема с Москвой. Москва создала эти проблемы. У Беларуси проблема с Москвой. У вас проблема с Москвой. У, не знаю, у Южной Кореи проблема с Москвой. У Москвы, когда исчезает, у всех, знаете, как прорвет этот гной. И он вытечет, и все, и все, и все, и все живет. Надеюсь, что все живет. Но, как бы, это не так просто, конечно. Ну, вы не раскачиваете Украину. У Украины, у вас проблема не с Украиной. У вас проблемы только с Кремлем. Только с 16 века, или с 17, или там 18. Это только Кремль, понимаете? Спасибо, конечно, Виктория, что вы так адекватно рассуждаете. Конечно, мне очень приятно. Хотя вы единичная личность, но все равно приятно. Корову сиськой, понимаете? Она находит какие-то, ну, какие-то внутренние конфликты. Вот, например, развем Золотую Орду. Как она разбила всех этих ханов? Это же какой-то мрак-то, она везде была, Золотарда. Она же разбила, она ходила, науськивала, науськивала. Там тот против тебя задумывает, этот против тебя задумывает, да? Она только ходила, а потом, когда они друг друга переубивали, она пошла и взяла, и типа, я завоевала Сибирь. Нихуя себе. Понимаете? Проблема только с Москвой. Это такой менталитет, это такое, когда пользуешься, когда берешь чужие народы, сталкиваешь. Вот сейчас, например, она завоевывает Украину, да? Украина, получается, растет под Россией, да? Потом она идет завоевывать Польшу уже украинскими руками. Понимаете? Не своими руками, а типа, это Украина с вами воюет. Понимаете? Это такой вот мерзкий менталитет. Понимаете? И доказать чего-то невозможно, потому что, ну, физически она не воюет, грубо говоря, да? Видите, чеченцы убивают, видите? Типа, не знаю, там кто-то, северные корейцы виноваты. Ну, что они виноваты? Они вообще не собираются в Курску воевать. Как могут северные корейцы воевать за Курск, да? Или чеченцы там за Донбасс? Ну, что за бред? Хотя ко мне приходил один чеченец и говорит, мне нравится жить в Мелитополе. Да, он в эфире так сказал. Я чеченец, и я буду жить, мне очень нравится Мелитополь. Ну, я сказала, что ему, ну, ему должно быть стыдно называть. То есть он не теченец, он кадыровец. Ну, мне очень приятно, что вы такая адекватная девушка. Я считаю вас экспертом, потому что вы с многими людьми общаетесь. Я считаю, что вы русским свободным человеком. Я не скажу, что вы русская, я скажу, что вы просто свободный человек. Знаете, когда у вас, вы вяжете свитер, да, и он у вас неправильно связался, вы должны развязать его до той петельки, где у вас была первая ошибка. Вот если вы развяжете все ваши проблемы до какого-то, как вы говорите, там, какого-то века, вы увидите, первая ошибка была Москва. А потом можно заново вязать. Но я понимаю, что людей не вернешь. История, возможно, уже из, ну... Ну, кто-то ушел. История, возможно, уже из, как бы, искривилась, да? Но, как бы, просто знать, кто ваш враг. Ну, вот, ну, пожалуйста, не думайте. И в Украине действительно сейчас повышенные эмоции. Ну, понимать, что такое повышенные эмоции. Ну, вот представьте, вот поставьте себя на...